— Скажите, вам не казалось, вы спорили с ним о том, что он все-таки видел в некотором возврате кархаики? — Ничего подобного. Это чистая легенда. — Легенда? — Ну-ка, чистая легенда, никакой архаики. Ну, он же умный человек, слушайте. Ну вот, помимо того, что знающий, еще и умный. — Ну, какой может быть возврат? Никого возврата быть не может, потому и трудно. Если бы просто призывать вернуться, так ну что? Ну, это очень ясная столбовая дорога. Это невозможно. Другой вопрос. Но тут ничего не надо и прочерчивать, все и так понятно. Ничего не вернуться. А именно как нам после... Он же разбирает февральскую революцию, что она была нами приготовлена, она была неизбежна, он ее разбирает. Потом случился этот провал, потому что большевики... Ну, уронили власть. Временное правительство власть уронило большевики. Единственное, ее вот из пыли подняли и, значит, устроили эти 70 лет войны с собственным народом. Вот как после этого выбираться? Какой может быть возврат? К чему? И вот сто раз... Чего только не говорили, монархист, не монархист. Он говорит, какой... Какая монархия? Монархия может быть и замечательной строй, но она возможна только в случае, если все население убеждено, что он помазанник Божий. И сам он себя так рассматривает. Но таких условий, говорит, у нас в России сейчас, извините, нет. Никогда он не призвал ни к чему архаичному. Язык... Его вот многие обвиняют, что язык архаичный. Нисколько тоже не архаичный. Он очень увлекался словарем Даля и считал, что... Ну, это всемирный процесс, что люди теряют во всех странах. Это происходит. Теряется, теряется... Очень быстро сужается то ядро языка, которым люди пользуются. Пользуются все меньшим и меньшим. Объяснится легко. Ну, людоедка Элочка, так сказать, побеждает. Ну, а эсэмэски чему способствуют? Это тоже, между прочим, замечательный вид литературы. Очень интересно изучать эсэмэски. Способ эллиптического сжатия языка говорить очень коротко. Но он говорил, что есть в русском языке такие слова, которые уже никто не употребляет, но абсолютно все понимают. В словаре дали 80% слов, которые уже люди не понимают. Но 20%, которые... Ну, и из них 10, которые уже никто не употребляет, но все понимают. И вот это расширение как хотелось бы сохранить. Он даже словарь издал такой, которым занимался 40 лет. Вот каждое слово в нем, ну, как серебряный вообще родник. Просто читать с любой страницы, будешь наслаждаться. Но это не хотите, не употребляйте, никто не зовет в архаику. Но они прекрасны, эти слова, и их можно было бы употреблять. Ну, что делать? Нет, никакой архаики в помине нет. Вообще, он совершенно модернист. На самом деле, конечно, читайте «Красное колесо», там много очень современных примеров. Да, ну, нет, я-то вообще не против архаики. Да, знаете, я сам... Против-против? Нет, ничего подобного. Я не знаю, по крайней мере, это дикое наступление цивилизации, прозрачности, пустоты, не знаю, всеобщей борьбы с харассментом, потом всеобщей борьбы с чем-то еще, потом всеобщей защитой дельфинов. Я думаю, это совершенно... Ну, то есть вы не зеленый, по крайней мере. Я не красный, я не зеленый, конечно. Вот и хорошо. Нет, я за индивидуальность, я вообще за закрытую, за тайну. За тайну человека. За тайну человека. Потому что творец, так сказать, дает нам пространство своей уникальности, необычности, которые совершенно не надо открывать всем.